Здравствуйте, друзья! Это видео для новичков. Кто, может быть, в первый раз захотел размножить бегонию, я подскажу. Опыт у меня, конечно, небольшой, но я уже этим занималась. И сегодня я возьму черенки вот с такой вот бегонией, как ампельная бегония Венера. Возьму один черенок и возьму один черенок с бегонией нон-стоп красная. Вот эта бегония нон-стоп белая, я уже из неё взяла на днях черенки и вот сюда поставила на полочку, чтобы она в водичке дала у меня корни. Теперь вам показываю. Для этого я взяла бутылку с водой фрутоняня, ножницы, которые я обработала спиртом, увлажнила диск и обработала. Также вот у меня там лежит упаковочка из-под таких таблеток угольных, в которые я бутылочки поместила по одной таблеточке, для того, чтобы водичка будет долго стоять и чтобы она не зазеленела. Я считаю, что фрутоняня – это просто очищенная такая водичка, а я думаю, что она бы подошла, такая водичка для бегонии подошла бы из-под фильтра. У нас есть дома фильтр, и я из-под него взяла вот в эту бутылочку, налила и подписала фильтр из-под фильтра. А вот эту фрутоняня Венеру и подписала тоже фрутоняня. Мне интересно самой понаблюдать. В прошлом году, когда я так делала, я делала только в простой водичке, не из-под фильтра, и водички из фрутоняня. И понимаете, какое мое было удивление? Во фрутоняне корешки давались, дали, бегония дала корешки, и намного такие большие, мощные, и раньше, а в водичке, ну, так себе прям слабо давала корни. Поэтому я вот решила нынче попробовать из-под фильтра и фрутоняня. Взяла я вот такие бутылочки, это из-под спирта аптечного, боярышник тоже находится в таких бутылочках, и из-под коньяка 100-граммовая бутылочка. Они там очень даже хорошо стоят, не болтаются. И стекло вот, как вот в этой бутылочке, тёмненькое, это тоже лучше. И вот цель моя сегодня в видео была больше показать такие бутылочки, в которых удобно держать нашу бегонию, наши срезы. Очень удобно. Прям я такая довольная, что у меня появились вот такие бутылочки. Вот. И вам подсказываю, что это, конечно, классно в таких бутылочках, а не в каких-то там баночках. Она там распадается. Может, вам всего нужен один черенок, и стоять ему очень-очень там плохо. Сразу хочу вам сказать, что это я подглядела на канале у Бориса Бориса, у Борисова Бориса. Вот он показывал про вот такие из-под боярышника бутылочки. Я тогда прям загорелась, и я теперь достала. У меня уже, наверное, штук 20 таких бутылочек. Весной массово буду черенковать. А пока я только взяла черенки вот с такого растения. Я вот покажу вам примерно. Вот так беру самое такое хорошее. Вот видите, я уже вот здесь вот отрезала. Вот. Беру самое такое крепкое растение. Вот как вот этот вот, допустим, сейчас вот показываю. Черенок можно взять. Вот он там крепкий такой, толстенький. Обрезаю его и помещаю в водичку. Точно так же здесь можно это сделать. Вот череночек прям очень хороший. Но я их уже срезала. И поэтому даже поместила. У меня вот еще одна такая вот элотиорка. Но я ее не хочу портить. Вдруг они пропадут. Зимой они плохо укореняются. Это я вам подсказываю, чтобы вы лучше, конечно, это делали ближе к весне. Там тогда укореняется вообще здорово. Быстро корни бегония дает. И вот мне будет жалко, если она пропадет. Вот такая красавица. Я ее буду ближе к весне черенковать. Вот так, друзья. Ничего такого сложного нету. Все очень просто. Главное подписать, не перепутать. И правильный черенок взять, срезать правильно. Не то, что срезать правильно. А вот знаете, поместить в воду, чтобы там были междоузли. От них пойдут корешки. Вот так, друзья. Оставайтесь со мной на канале. Кто не подписался, подписываемся. Я вам буду все-все рассказывать. Конечно, я уже еще раз повторюсь. Это для новичков, кто первый раз решился размножить бегонию. Все, я думаю, что не все, а многие это уже знают. До свидания. С вами была Наталья Делизудинова. И мой канал. Делимся опытом взаимно. Делимся опытом взаимно. Спасибо.